Час на свободе оказался далеко не тихим. Совсем уж наоборот, очень продуктивно его провел в Минске мужчина, который только что освободился из заключения. Он успел заработать новую статью и попал обратно в хорошо знакомое ему место. Подогрев себя то ли алкоголем, то ли наркотиками, мужчина вооружился ножом и пошел поприветствовать соседей. Пробегая по лестничным площадкам дома, он буквально кромсал входные двери квартир. Затем с кухонным тесаком в руках пьяного мужчину видели на улице рядом с детской площадкой. Милиционеры задержали злоумышленников в течение часа после происшествия. Алена Лешкевич пообщалась с задержанным. Оксана с ужасом рассказывает о том, как мужчина ударил ножом в ее дверь, когда дома находился один ребенок. Девочка вышла на стук на лестничную площадку. Благо, разъяренный пьяный мужчина с ножом в руках уже был этажом ниже. Я уехала по своим делам. Дочка в три часа позвонила, сказала, что услышала характерный звук по дверям, скрип, открыла дверь, а дверь была порезана. Мужчина бегал с ножом в руках по всем этажам, на ходу, не раздумывая, бил в каждую дверь. Уцелели только металлические. Мужчина с ножом в руках прошелся по трем подъездам и успел повредить порядка 15 входных дверей. Его бегающим с холодным оружием видели жители этого двора. Рядом, кстати, находится детская площадка. После того, как злоумышленник сделал свою работу, выбросил нож. Вероятно, чтобы избавиться от улик, а сам скрылся. Но милиционеры нашли и орудие преступления, и самого хулигана. Ранее неоднократно судимый житель микрорайона Чижовка, недавно освободившийся из мест лишения свободы, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из жилых домов микрорайона Чижовка. Совершил хулиганские действия, а именно он повредил не менее 15 входных дверей с применением ножа. В данный момент сумма ущерба устанавливается. Как потом оказалось, Менчанин так отпраздновал свой выход на свободу. До этого он провел полтора года в исправительной колонии за кражи. Всего час, где Башир пробыл, на воле, как снова, знакомая обстановка. Меня задержали за то, что я учинил ущерб по 339 статье. И реально я не должен был делать это людям, потому что они не слили угрозы для жизни, а я это сделал просто нечаянно. У мужчины поменялась только статья. Теперь ему вменяют хулиганство. После часового перерыва он вновь может провести за решеткой. На этот раз до шести лет.